Хабаровск за Фургала. Почему Москва может спать спокойно? Статья в журналистской правде за 11 июля 2020 года. Старые добрые времена депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Фургал за важной государственной работой этнофтографии. У российской оппозиции к вопросу собственной народной поддержки отношение крайне болезненное, чтобы не сказать резче. Болезненная ревность к перетягиванию электората от власти к самим себе строится на фрустрации. Но почему к нам, если мы такие умные, честные и хорошие, не валит валом народ? Так как точка зрения о собственной хорошести ревизии подвергнута быть не может, то вина автоматически возлагается на не тот народ. Но тот народ или не тот, а хотелось бы, чтобы он любил. Все это к тому, что любое подлинное или мнимое свидетельство народной поддержки, если не самой оппозиции, то хотя бы антивластной точки зрения, находит важнейший отклик на грани бросания чепчика в воздух. Надрывая глотку, либеральные СМИ кричат о численности той или иной антивластной акции, как непопулярная дурнушка о размере мужского достоинства у ее долгожданного избранника, безбожно преувеличивая и беззастенчиво привирая. А на примере митинга в Хабаровске это было видно настолько откровенно, что снова стало в очередной раз стыдно за влажные мечты засидевшихся в вечных девках оппозиционеров. Череду бесконечных поражений либералов, казалось бы, осветила случайная победа. Хабаровск вдруг восстал в защиту арестованного за давние убийства губернатора Фургала. Глядя на публичное шествие приличных масштабов разного рода Навальной, чрезвычайно возбудились и поспешили к ней примазаться. Ссылочка. Начнем с триумфальных цифр. Извините, но если посмотреть на случившееся трезвым взглядом, то мы не увидим там ни самой победы, ни тем более участия в ней оппозиции. Начнем с триумфальных цифр. Помните начало текста про размер митинга? Дескать, десятки тысяч человек. Медуза. Свежо предание, как говорится. Дело в том, что оценить реальную численность большой массы людей сейчас можно либо на пропускном пункте, либо сверху, где подсчет по головам в условных квадратах дает достаточно точные цифры. Но сюрприз, сюрприз. Такая абсолютно заурядная сегодня вещь, как квадрокоптер, не нашлась ни у одного из участников десятков тысяч. Никому почему-то не захотелось зафиксировать для истории всю могутность события, в котором принималось участие. Вместо вида сверху есть только какие-то очень удачные с точки зрения жульнического ракурса фотографии. Да, вот такие видео. Дается видео. Ну давайте попробуем без звука. А дальше за колонной направо, на сколько тянется. Ну на десятки тысяч это точно не тянет. Вот с такой разреженностью. Ладно, ссылочка будет на статью в инфобоксе. Перейдете, видео сами посмотрите. Плохое качество. Ах, в 2020 году смартфоны ведь снимают качеством только в 360 точек. Кусок толпы, которая заворачивает за угол, и потому нельзя оценить длину ее головы и хвоста, мелькающие планы, то тут, то там. Все это очень слабо дает объективную возможность говорить о каких-то конкретных цифрах. Но десятков тысяч там точно нет. Цифры МВД о максимум 10-12 тысячах выглядят более правдоподобными. Но численность толпы и ее раздувание не самоценны. Они нужны как предпосылка для обоснования следующего тезиса. Искусственно такое не организовать. Ой ли, точно? А давайте посомневаемся. И чтобы никто нас не упрекнул в предвзятости, дадим слово радио свобода. Да-да, тому самому. Уж оно-то врать не станет. Верно? Материал о митинге фееричен на большую часть. Или на большую часть. Дается ссылочка. Там встречаются такие незамутненные перлы, что знай только разгребай. Приступим. Фургал один у нас шел против Единой России, рассказала хабаровчанка Любовь Иванова. Он не словом, а делом выполнял свои прямые обязанности губернатора. Создавал благоприятные условия для жизни в крае. Не могу сказать точно, чем он мне запомнился. Ага. Не искусственно митингующий. Тупо не может даже сказать нечто внятное человеку, которого вышел защищать. Тупо ничего о нем не помнит. При этом заучено говорит о том, что не словом, а делом. Бу-бу-бу-бу. Но как только надо сказать, каким делом, тут же стоп. Ничего не помню. Абзац. А вот еще один, но вообще ни разу не искусственно митингующий. Работавшая с губернатором молодой дизайнер Яна Джанша, тоже пришла на митинг высказать свою гражданскую позицию. У меня есть опыт работы с ним. Я была дизайнером в команде штаба на прошлых выборах. Абсолютно случайный человек. Вот прям из народной гуще. Отсахи. Дальше. Еще одному участнику акции Артем около 30. Он тоже решил поддержать арестованного губернатора. По словам Артема, Фургал многое сделал для детей-сирот. Тут даже сложно что-то сказать. Спасибо тебе, дорогой Артем, что все свое внимание ты уделяешь поддержке губернаторам детей-сирот. Более трепетно и ответственно относился к этой важнейшей задаче только Остап Бендер, глава Союза Меча и Орала. Такой вот контингент. Цирк какой-то. А что удивительного-то? В Хабаровске же люди планировали собраться в субботу. Сообщения о митинге распространяли в соцсетях и через объявления на подъездах. Ага, да-да, стихийные митинги. Именно так и возникают. Через заботливое напоминание объявлениям у каждого подъезда. А кто же их клеил? Кто обошел все подъезды? Может быть, вот эти ребята? Ссылочка. Появляются первые прослушки, дающие понять, кто занимался организацией митингов в Хабаровске. В Хабаровском крае. Общее руководство. Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов. СМИ, пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, листовки плакаты помощник главы региона Захар Синяговский. Не верим прослушкам, снова обратимся к Радио Свободе. Цитата. Выходили к протестующим и представителям краевого правительства. Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко и первый зампред регионального правительства Владимир Хлапов. Они хоть и призывали разойтись, мол, коронавируйте, но поблагодарили людей за поддержку губернатора. Томченко вообще такая простая. С самого начала вела трансляцию акции в своем инстаграме, а на митинге открыто говорила. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем. Это дорогого стоит. Уж куда откровеннее-то. И на закуску. Картинка. Может быть теперь вопрос о том, кто клеил объявление на подъезде, снимется сама собой? Так что внезапная народная реакция, извините за выражение, была очень даже стимулированной. Пудами пропагандистской Виагры и самого прямого админресурса. Оно в сущности вполне объяснимо. Никому сидеть не хочется из ближнего круга бандита и убийцы. Мало ли куда веревочка следствия потянется. Оппозиция тут вообще мало при чем. Людей согнали, как самое обычное бюджетное. То самое. Да. Это не победа. Это давайте прямо. Какой-то позор. Григорий Игнатов специально для журналистской правды. Хабаровск зафургала. Почему Москва может спать спокойно?